Попросили посмотреть вот такой 30-ваттный прожектор. Такой у него балласт. Плохо читаемый. 900 мА и 18-24 Вольта. Чуть ли не от минус 45 до плюс 85 градусов. Входящие 100-240 Вольт. З-Х-В-Ц-03-09-100-IT. Если я правильно вижу. Значит, что происходит? Что происходит? Посмотрим сейчас. Подключили вот такие клеммнички есть. Удобные, классные. Нажал и вставил проводочек. Вот. И туда поплотнее. И туда поплотнее. Так. Значит, что происходит у нас? Что у нас происходит? Ага. Плотно не вставилось. Выскочило. Выскочил проводочек из клеммничка. Вот и все. Нет у нас номинальной мощности. И матрица вроде бы у нас красивая. Красивая. Хорошо. Равномерно светятся все диоды. Как будто не хватает им напряжения. Хорошо. Сейчас померяем, сколько там на ней напряжения. Так, и сколько там на ней напряжения. И сколько там на ней напряжения. А напряжение на ней 17 вольт. Во второй шкале сверху 17 вольт. Кто виноват? Матрица или балласт? Драйвер светодиодный. Сейчас подключим, отпаяем один проводочек. Подключим внешний блок питания. И посмотрим. Так, если балласт отпаять, включить и замерить на нем напряжение, будет аж 42 вольта. Кстати, вот в действиях со светодиодами, с группой светодиодов, с разными балластами, у меня был когда-то случай, когда я вот так вот отпаял, коснулся, но не именно с такой матрицей, а с набором там 5-ваттных, 3-ваттных светодиодов. Дотронулся, шоп, и они сразу все сгорели. Вот, почему нельзя так делать, нет у них защиты от вот этого размыкания, замыкания. Вот, здесь я отпаял 42 вольта на выходе без нагрузки. Но, тем не менее, смотрим. Значит, вот у нас регулируемый источник питания. И при 16 вольтах у нас там еле-еле светится матрица. Начинаем увеличивать. Вот, уже у нас 60 миллиампер, и уже пошло свечение. И уже пошло свечение. Так, смотрим дальше. 200 миллиампер при 20 вольтах. Слепить уже начинает. 500 миллиампер ток через эту светодиодную матрицу. 21,2 вольта напряжения. Так, смотрим. Супер, начинает светить. Идем дальше. Как на балласте написано, дадим 900 миллиампер. Ну вот, 890 при 22,2 вольтах. Ну, и видите, уже то, что равномерно светодиодики светились. Значит, это уже говорило о том, что там все с этим нормально. Вот. Все-таки неисправен балласт. А при 24 вольтах у нас, скажем, что там будет. При 24 вольтах у нас, видите, даже уже, скажем, при 23 до 1,5 ампера ток. То есть, возможно, что и не надо. Все-таки написано на балласте номинальный. Ну, а мы сейчас померяем ток, потребляемый этим прожектором. Моя музыка на телефоне. Такая зарядка классная. Сейчас полтора доллара. Через крышечку контейнера Можем рассмотреть, как через светофильтр, диодики. Подключил я блок питания, свой через измеритель мощности. И что он у нас показывает. Смотрим. 31,2 ватта. И какие же у нас параметры этой матрицы светодиодной. Значит, по сути, 30 ватт, да? 30 ватт при напряжении 22 вольта и 920 миллиампер. Ну, я там более точно выставлял. Вот, когда измеритель показывает 30 ватт, то четко 900 миллиампер. Вот это прожектор соответствует тому, что на нем написано. В других своих видео я показывал, как часто может быть это враньем. Вот. И такая у нас диагностика. Пусть люди ищут балласт. И просили проверить, соответствует ли мощность. Соответствует. 30 ваттный прожектор. Вот. Можно дать побольше. Вот давайте дадим ему, допустим, Смотрите, даже 44 ватта засветим. 42, 40. 40 ватт. Светит офигенно ярко. При токе 1,25-26 ампера и напряжение 22,6-7 десятых. Даже при таком токе эта матрица будет работать, но все-таки номинальный ее ток 900 миллиампер, поэтому разогнать-то мы можем, но не нужно. А давайте сделаем 20 ватт. Смотрите, как можно манипулировать. Дадим сейчас 20 ватт этой же матрице. Сделаем этот прожектор 20-ти ваттным. Ну, пусть там 20... 21, 18. Очень чуткий у меня там блок питания. Регулятор. 20, да? 20 ватт. 20 ватт. При токе 500 миллиампер, 520, 530 и 20,9 вольта на самой матрице. Вот такой интересный у нас сегодня эксперимент с очередным прожектором. Тестируем, контролируем, проверяем. Ну, вот, наверное, пару лет, говорят люди, прожектор этот прожил. И вышел из строя у него светодиодный балласт. Так называемый драйвер. Устройство уплотняющее. Вытащил вот этот черный кабель. Вытащил. Силиконовая такая вставочка. Такая. И гаечка зажимающая, уплотняющая. И все. Так. Драйвер, видите, он такой вроде бы как бы разборной. Ну, я их видел, открываешь, там он залит внутри, и все, можно сказать. Можно, конечно, поковырять, но как бы не разборной. Мне даже интересно заглянуть туда внутрь. Видите, силиконовая прокладочка. Хорошо. Нет, сделан, сделан, в принципе, хорошо. Судьбу обмануть не удалось. Заливка все-таки там. Не знаю, зачем они делают такие мелкие винтики. Вот. В чем прикол. То ли так начинали делать. Сейчас там бывает, открываешь, он четко, без всяких винтов. Он там залит. Просто жестянкой какой-то обернут этот кусок силикона. И внутри схема. Ну, желания ковырять абсолютно нет никакого. Надо покупать готовый, менять, и будет прожектор работать дальше. Но, видите, это плохо. Это не ремонтопригодность, в принципе. Потому что вот эти вот драйвера светодиодные, ну, такие похожие вот на сегодняшний день при долларе там 27, да, они по 240 гривен. То есть, порядка 8 долларов в розницу. Да, прожектор сейчас такой уже можно за 8 долларов найти. Вот. Это плохо. Но ничего, кому надо, те будут покупать, будут заказывать. Сейчас присвечу, попробую. Может там что-то читаемо. Но я уже говорил, 900 миллиампер 18,24 вольта. То есть, ток стабилизирует на уровне 900 миллиампер. отжил. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, посматривайте иногда рекламу, канал будет развиваться.